Добрый день! 12 апреля, Санкт-Петербург, 2019 год. Вас ждем в космонавтике, но о космонавтике в Российской Федерации говорить не хочется, так как мы все знаем, что у нас с космонавтикой и кто ее возглавляет. Поэтому поговорим о том видео, которое я увидел сегодня на канале, по-моему, Навальный Лайф. Ссылку я прикреплю. Название видео называется «Либерал из 90-х рядом с Путиным. Ну и так далее». Там ведущая Соболь. Вроде человек борется за правду и так далее. Но в своих видео достаточно часто говорит о цензуре, о том, что свободы слова нет и так далее. Но вот если вы посмотрите это видео, то ответите себе на вопрос, что это цензура или манипуляция. То есть вот когда она размышляла о том, какой процент у Путина был непосредственно на выборах. То есть там кого она упомянула и ответите себе на вопрос, кто там был еще на выборах и кого она не упомянула. А дальше она поговорила про выборы в Приморском крае, где был депутатом Ищенко. Но опять же почему-то не сказала о том, что на первом туре, когда он победил, он шел от фракции КПРФ. А потом она, собственно, как-то не обозначила о том, что КПР собиралась и начала оспаривать эти результаты, когда Панфилова их признала недействительными. И именно то, что Ищенко пошел самовыдвиженцем, собственно, аннулировало по факту все те запросы от КПР, которые были направлены на то, чтобы признать те выборы действительными. Но, как говорится, бог ей судья и по делам их узнаем. Но, на мой взгляд, ситуация никуда не поменялась. И всегда, вот сколько я просматривал по истории, насколько я могу судить сейчас, по такому моему оценочному суждению, как было, так и осталось, что есть только два пути развития – капиталистический и социалистический. И совершенно сознательно многие хотят вас ввести в заблуждение, что существует какой-то хороший капитализм. Но при этом почему-то вот эти вот все, которые тащат к хорошему капитализму, они не хотят рассказывать о том, что как только исчезло левоконсервативное государство, многими ненавистный Советский Союз, то социалистические завоевания стали медленно, но верно сворачивать. Почему-то мало откуда слышно о том, что в Австрии, например, опять узаконен 12-часовой рабочий день. То есть, причем законодательно, да, совершенно нормально. При этом это вроде как бы добровольно, но при всем при этом внесли там в кодекс то, что теперь работодатель может без объяснения причин увольнять людей. Так вот, подумайте, далеко ли нам до 12-часового рабочего дня? Помните, Прохоров об этом как-то вопросец поднимал, но все типа посмеялись, что это невозможно. Но тем не менее, посмотрите, что происходит в той самой любимой капиталистической Австрии многими, да? Посмотрите, где вообще что происходит. Ну и далеко ходить не надо. В Финляндии посмотрите ролики, как там меняются несколько социальные условия. Поэтому, если кто-то еще фантазирует о хорошем капитализме, ну, всем рекомендую все-таки перечитать многими ненавистного Карла Макса о его трудах, о добавочной стоимости и так далее, да? То есть, ну и, соответственно, если вы думаете, что что-то изменилось, ну, это ваше право заблуждаться. То же самое, как ваше право заблуждаться в том, что бывает хороший капитализм. Поэтому смотрите, кто что вам рассказывает. И манипуляции это или нет, ну, задайте себе вопрос сами. Я имею в виду вот те видео, которые идут с канала Навальный Лайф. Да, а я вам тем, кто досмотрел все-таки досюда, напомню о том, что там еще присутствовал некий Грудинин, и почему-то Грудинина там уже и мандата лишили, и всячески выдавливают, и не дали ему получить мандат от КПРФ, чтобы быть депутатом. Ну, насколько все это было законно или нет, ну, поинтересуйтесь, а не просто на слово верьте мне или кому-либо, да? А еще всем тем, кто досюда досмотрел, да, я настоятельно рекомендую найти в интернете либо принт-скрины, либо видео с мониторов видео, которые стояли, ну, которые собирали информацию с егаисов, вот эти вот, которые во время голосования, и вам не обязательно просматривать все это видео целиком. Достаточно вам будет либо найти почасовые принт-скрины, чтобы посмотреть на абсолютные относительные цифры, либо, если будете смотреть видео, то, ну, перематывайте его через час, буквально там нужно в течение минуты просмотреть все это видео, да, и тогда задайте себе вопрос, а что это такое, и можно ли использовать вообще систему электронного голосования или нет. так что, ну, а дальше, что мне вам сказать, подписывайтесь, и, как там говорят вам в адских бабках, держите глаза открытыми, карманы зашитыми, потому что путей развития у страны и у всего мира только два, капиталистический и социалистический, и не надо это расценивать, как будто я там топлю за возвращением к Советскому Союзу, я понимаю, что в нынешних реалиях это, мягко говоря, странно будет, да, то есть, если кто-то всерьез это утверждает, но, по крайней мере, начинать из всего этого вылезать в нормальное социальное государство, где есть гарантии для граждан, для всех, и все равны перед законом, в принципе, мы можем до тех пор, пока мы живы, но для этого нужно что-то делать, так что, что делать вам, думайте, решайте сами, ну а ссылку на канал, о котором я говорил, я прикреплю, а видео с выборов очень рекомендую всем все-таки найти, потому что оно очень интересное, ну и всего хорошего, с Днем Космонавтики!